Вопросу развития российско-китайских отношений на Восточном экономическом форуме посвятили отдельную сессию. Казалось бы, двух партнеров разделяют только государственные границы. Так почему же до сих пор возникает столько проблем в реализации инвестиционных российско-китайских проектов? С первых минут сессии российско-китайский диалог назвали улицей с двусторонним движением. Этому девизу и соответствовали выступления участников. И если говорить буквально, тема транспортного сообщения стала одной из основных. Чтобы увеличить товарооборот, обсуждали варианты соединения двух железных дорог – китайской и российской. Говоря предметно, вспомнили о транзитном коридоре Приморья-1 и обсудили перспективы второго. С российской стороны до сих пор не хватает инфраструктуры, чтобы полноценно использовать его. Тем не менее, на встрече прозвучали конкретные цифры, подтверждающие, что развитие трансграничного сотрудничества на месте не стоит. В последние четыре года объемы контейнерных перевозок возросли между 6 и 6 процентов. А тоже консультанты перевозок увеличились в 9 раз, достигли уже какие-то 7 тысяч контейнеров. Выступающие отметили, несмотря на близость Китая к Дальнему Востоку, всерьез сторону соседа Россия посмотрела только после введения европейских санкций. И в проигрыше наша страна уж точно не осталась. Российский научный потенциал вкупе с потенциалом инженерским и производственным в Китае, по мнению экспертов, могут добиться высокого конкурентоспособного товарооборота. Причем не только на совместном, но и на третьих рынках. Всего лишь 8 процентов российских компаний, которые учитывали по плану, какие-то конкретные работы, выходы по стране китайских санкций. Что это? Недоверие или отсутствие экономической традиции? Участники встречи сошлись в одном. Нужно в кратчайшие сроки переломить ситуацию. Имеющаяся скорость развития отношений оценил первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов. Вот вы довольны тем, как развиваются наши штаны. Они развиваются уместно. Но уровень отношений, конечно же, не отвечает, и уровень экономической отношений не отвечает тому, что вы достигнули только в политике. Скорость развития отношений подтвердил и случай, который сегодня обсуждают практически все СМИ, не только региона, но и мира. На одной из встреч с китайскими предпринимателями президенту Владимиру Путину пожаловались, что в Китай запрещают ввозить российское мороженое. Глава государства крайне удивился такому ограничению и тут же исправил ситуацию. Во всяком случае, в частном порядке. На встречу саммита Большой Двадцатки, которая состоялась в КНР на следующий день после ВЭФ, привез председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину коробку мороженого из России. Инна Щедрова, Василий Косилов. Новости на Восьмом.